Для кого-то это будет, ну не сказать, что совсем в радость, для кого-то это будет большим счастьем, то, что снова выходит ролик с тобой. Сегодня мы будем проверять лайфхаки кулинарные. К сожалению, или к счастью, сегодня не будет Дениса, но тем не менее, я думаю, что это небольшая трагедия. Это небольшая потеря, я считаю. Денис, привет. Короче, у нас сегодня 5 кулинарных лайфхаков. Я подобрал довольно-таки забавные. Мы начнем с первого, мы сделаем стейк. Я считаю, что ваш стейк настолько нежный, что его можно резать ложкой, а внешне он напоминает слегка обжаренного тунца. Это стейк сувик, такая штука, которую обычно готовят в ресторанах, и для того, чтобы ее сделать, нужно дохренище оборудование. Сейчас я вам расскажу, как это можно очень легко сделать дома. Берем классный стейк в вакуумной упаковке, прям вот так, не разворачивая ничего, берем посудомойку, ставим на 50 градусов на 1 час. Ждем! Вы только посмотрите, мягкий, как желе. Очень важный момент, обязательно надо его промокнуть. Немножко оливкового масла, самую каплю, немножко соли. Сковородку обязательно нужно разогреть до 300-320 градусов. Сейчас оно выглядит как сырое, но на самом деле это прожарка, близкая к medium well. Божественно! Я могу сказать с уверенностью, мы поедим нормально, с кайфом. Вообще я могу сказать одно, то что я уже видел, как готовят стейк в этой, ну, там. Ты такой знаешь, как ее включать? Нет, я тебя и позвал. Все, что вот с машинами, на конце обычно женщины разбираются. Почему мы проверяем это лайфхак первым? Потому что нужно будет на час оставить стейк. Мы взяли стейк ребай. Мне кажется, этот стейк подойдет, он не сказал, какая конкретно у него была часть короны. Гаралин, ну реально помоги. Он включал посуду мощную, по-моему, без всяких... Ну не объяснил, как ее включать, да? Что делать? Тут Олег нам оставил сюрприз, блядь, в виде грязной посуды. Смотрите. Я еще макарон... По идее похер, но если там будет эта таблетка, и мы просто с посудой поставим этот стейк, он просто... А он ничего не будет. О, кстати, друзья, с какого-то числа нельзя материться, поэтому... Ёк-макарек, разрази меня гром. 50 градусов на час. Куда нажимай, ёб твою мать? Вот я нажала, эко 50. Так это не кнопки. Клик. Мне кажется, как-то попроще можно было открыть. Такую прям реально, как желе. Слава богу, запахов нет же. Я имею в виду не сырого мяса, а таблеток. А, нет, что надо делать? Пожарить его, Каролин. Ну, Илья... Добавляем салфеточкой промочить. Что ж ты, блин, Матвей, так молодец. Короче, еще эти салфетки с аромкой. Теперь мы берем оливковое масло. Вообще, я изначально думал взять два стейка. Один сделать обычным, вторым сделать... Вот, как вот так вот и предполагалось. Ну, что-то как-то похуй. Стейки обычные я уже столько раз попробовал. Вроде стремились ближе к medium well. Он очень сочный. Просто невероятно. Ну, не сказать, что тут прям вообще вот, ну, кардинально вкус отличается. То есть, стейк как стейк. О, не, вообще-то ничего. Самое главное, что нет вкуса от таблеток. Просто стейк как стейк, эффекта вау нет. Каролина, вообще, я тебе хотел рассказать. Обычно у нас на кухне работает так то, что Денис все делает, а я так схожу, комментирую. Ну, так не будет работать, Илья. Ты же понимаешь, что я не Денис? Денис у нас повар, а я так поваренок. Денис, куда там Денис повар? Денис хорошо готовит. Ты ела, чтобы он готовил? Да. Что ты ела, чтобы он готовил? Чай. Да. Каролина, скажи мне, пожалуйста, ты когда-нибудь съела куриные чипсы? Нет. Ну, сейчас поешь. Готовь. Давай, маэстро, музыку. Короче, филе нарезаем на тонкие кусочки, раскладываем, накрываем пленкой, и нужно чем-нибудь раздолбать до тонкого состояния. Пленку убрали, на тарелку переложили. Добавляем соль, приправы, и ложим микруху на минут 6-7. Обязательно поглядывать. И все, белковые чепсики готовы. Оля, да, есть мусорные пакеты. Ты будешь держать, или мусор? Да я и без пакета им был. Почему ты так, почему ты не режешь? Зачем ты вот так вот режешь? Почему нельзя просто вот так нарезать ее, как, не знаю, огурец? Тебе так удобнее резать? Или что? Или где? Да. Блядь, как ее открыть-то? Что ты наделал? Теперь я уже не могу это открыть. Другой стороной. Я не собирался. Где-то придется приложиться. Все, мы отбили мясцо. Я частенько отбиваю. Сейчас мы это все дело выкладываем на тарелку. Смотреть будешь? Да. Понял. Выкладывай. Что? На тарелку. А, я думал информацию. Сегодня прям юмор так и прет, слышишь? Нам нужно добавить туда некоторые приправы, такие как соль, там, че-то перец, паприка, мамрика. Ладно. Так, и все это дело нам сейчас нужно поставить просто в микроволновку. Ты когда-нибудь ставила сырую курицу в микроволновку? Нет. Ну вот поставишь. Просто вот эту херовину берем. Все, так, как его включить? Блядь! Хватит облучаться! Ну да, мы можем же вытащить, посмотри. Давайте минутку подождем и вытащим. Ты уверен? А если там какой-то бомба будет? Какой-то бомба? У-у-у, анекдот, да, типа? Сидит, сидит препод, короче, в этом столовой, все подходят, говорит, «Можно мне, пожалуйста, одно кофе?» И препод, блин, ругается, типа, все такие, неграмотные говорят, одно кофе. Потом тип подходит, говорит, «Можно мне, пожалуйста, один кофе?». Короче, чем препод встает, такой, «Блин, ты красава!» Он говорит, «Можно мне, пожалуйста, один кофе и один булочка?» Ты возьми сразу полотенце. С обычной микроволновкой в первую очередь нагреваются тарелки. Что это такое? Можно еще, кстати, поставить. У нас какая-то адская. Не, ну, кстати, нормально. Я даже не думал, что курицу можно сделать. Ну, можно еще чуть-чуть, на полминутки поставить. Курица, как курица, типа, жарила. Да, обычная курица. Я вообще не думал, что можно в микроволновке. Блядь, блядь. Какая же ты сука. Аляки, как джи... Ммм, все-таки мы обоснемся. Давай еще чуть-чуть поставим. Что я хочу сказать по поводу этого лайфхака с курицей. Мне кажется, то, что нужно еще больше отбить. Прям реально для со... Для состояния прям, чтобы оно было тонко-тонко. Чтобы прям просвечивалось дно вашей посуды. Получите прям чипсы. Прикол. Карень, ты вообще скажи мне, любишь начас? Ну, так себе. Ну, блядь, да-да. Сворачиваемся. Короче, готовим из остатков лаваша. Режем его треугольничками в три пакета. В первый добавляем соль, томатную пасту, паприку, черный перец, ложку масла. Во второй соль, прованские травы, перец, ложка масла. И в третий соль, сыр, перец, ложка масла. Хорошо перемешиваем все пакеты. Ложим все на пергамент и в духовку на 10-15 мин 160 градусов. Готово. Получились вкусные хрустящие начасы. Это как бы у нас сейчас получится не начас, а лавашевые чипсы. Лавашевые, ланашевые. Блин, вообще жесть. Наваливаю одну из другой. Откройте кто-нибудь. Блядь, ну для чего тебе зубы нужны? Мы животные, Каролин, помни это. Треугольнички нужно сделать. Треугольники из круга. Получится у тебя сделать? Нет. Ну просто вот мне интересно твоя логика, как ты сейчас будешь делать треугольник. Вот такие у нас треугольники будут? Такие вот начи здоровые? Одну силу, а я заср... Ой, блядь, ну что ж... Еще раз быканешь. Че ты, блядь... Не снимай, я не могу на камеру работать. Знаете, вот этот момент, когда она на тебя смотрит и у тебя ничего не получается? Да, я знаю. У меня это каждый раз происходит. Что? Ну что, Симона и башу, слышишь? Наверное, какая-то лампа бычара. Как учил Евгений. Эй, блядь. Так, мы вместо томатной пасты решили взять баланьезу, мне кажется, это один хер. Тебе прикольно, да? Тебе макать и просто ложку в соус. Что ты тут только пасту томатную налила за все это время? Ну, пиздец. В фабрике много не бывает, эти говорят. Ой, ты че? А как вот это с зубами ты тоже соберешься открывать? Я Симфору и в Рашвак нам, да. Сейчас может произойти два исхода. Либо получится нормально, либо когда я начну трясти, трясти пакетом с чипсами, все разлетится, как вот когда-то это было. Шестерка? А на сколько минут надо поставить? Шестерка? А на сколько минут надо поставить? Подстава еб... А как так? Почему? Я как будто шампанское открывал. Что я ее суешь в лицо? Блин, Илья, ты разлил везде. Ты че, специально я знал, что так получится? Я бы не открывал, а у себя знал, что получится. Сейчас мы это все дело будем укладывать на пергамент. Там они прям пропитались нормально. Мне почему-то кажется, что должно получиться довольно-таки вкусно. Так, и на 15 минут все это дело мы сейчас, да. Вы же понимаете то, что это, ну, не начис вообще, вот эта тема. Начис – это кукурузная тема. Собственно, наши недоначис, да, эта консистенция абсолютно такая же, как и на видео. Пробуем. Да. В этом что-то определенно есть. Вот это реально вкусно. Я, кстати, думал, что мне меньше всего понравится то, что с прованским травмом. Прованским травмом прям... Это все вкусно. Вот не лайфхар. Чисто под кинцо, под сериальчик вот такое сделать, налить какой-нибудь газировочки. Отлично прям. Очень вкусно. Этот кусок все стеснялись, да, есть? Мне похуй. И с чем это? Он просто большой. Зачастую у людей возникает такая проблема, когда нужно отделить желток от белка. Есть несколько различных способов, как это сделать. В основном они какие-то, ну, сложные, муторные и так далее. Но я воткнулся прям вообще на что-то необыкновенное. Сейчас вы посмотрите этот лайфхак. Так, автор у нас English speaker, поэтому я буду переводить. Он просто берет, разбивает яйца, затем окунает пальцы в коричневый хлеб. И потом просто берет желток и перекладывает его в другую емкость. Нужно обязательно проверить. Собственно, смотри. Взбиваем яйцо. Что сказано в видео? Взять двумя пальцами об хлеб. И куда ты собрался его положить? Сюда попробую. Хз. Хз может хлеб что-то не тот? Не, ну он сказал. Какой там был? Браун брэд? А этот что, не коричневый? Короче, это видимо какой-то, это 100% у них на западе. Давай я попробую. Какой-то вот там химикат он этот все, блин. Я хз, это типа какая-нибудь особенность просто определенного хлеба. Не, вот так вот, блять, его взять. Нет, ну Илья. Вот тебе отделил. Илья, положи назад. Ну что, его вот отделил желток от белка. Ну давай я попробую так. Вот такой. Вот. Короче, непонятно. Короче, фигня, обманули нас опять. Мне кажется то, что вся проблема в хлебе. Или в яйцах. Или в нас. Напоследок, у нас сейчас состоится батл. Ты про него прекрасно знаешь. Мы с тобой распределили два лайфхака. Как сделать пиццу, быструю, очень, за 10 минут. Во-первых, посмотрим, кто быстрее сделает. Ну, мне кажется то, что я уже в этом плане выиграл. И у кого получится вкуснее? Судья Матвей решит. Два лайфхака, судья Матвей. Итак, самая быстрая пицца. Белый хлеб крошим на одной емкости. Приминаем. Вдеваем одно яичко. Выливаем. Из майонеза и кетчупа делаем кетчене. Вылили сверху и ровняем. Посыпаем лучком. Вводим ветчинку или колбаску. Посыпаем сырком. Немного зелени. И кто любит поострее, можно сверху добавить соус. И в микруху на максималку на 2-3 минуты. Послушайте, как шкварчит. Пицца на сковородке за 10 дней. Вообще. 4 ложки мазика, одно яйцо и 4 ложки мути. Всё это перемешиваешь, потом нарезаешь любую начинку. У меня сосиски и огурец есть. Тесто распределяешь по сковородке и ждёшь пока сфальт. Затем размазываешь кетчуп, начинку, кидаешь сыр и ждёшь пока распал. И вкуснейшая пицца готова. Калина, у меня тесто будет просто из теста. Взял хлеб, просто самый вкуснейший на этой планете. Всё очень просто. Мы берём... Сейчас я сделаю фундамент. Это будет моё тесто. Да-да, не удивляйтесь. Так, а у меня будет отдельно тесто приготовляться. Не то, что это хлеб. Выглядит многообещающе, да? Ну, как-то нет. Ну, короче, у меня получится такой большой бутерброд, можно сказать. Вливаем яичко. Делаем китченес. Соус у меня обычный. Распространённый рецепт. Я с такой любовью делаю. Я не умею. Развалилась, сука. Лука предостаточно будет? Я не планирую ни с ним целоваться, я парень свободен. А ты мне колбасу эти попросил порезала, нет? Нет. Охуеть. Нет, всё. Спокойно, всё нормально. Круглой уже не получается она. А у меня что, заебись? А у меня какие-то проблемы у девчонок. А я, блядь, собственно, ничем таким и не занимаюсь. Мне кажется, любой итальянец, который посмотрит это видео, вообще будет в ахуе. Мамма миа. А у меня похуй. У меня пицца из хлеба, блядь. С китченезом и докторской колбасой. Обратите внимание, пока Каролина там страдает, папа на кухне уже тут как бы заканчивает. Где ну сыр? Я просто вот так вот щепотку оторву. Немножко зелени, это по-нашему. Ты как относишься к острому? Вот так вот, слегка. Ну как, не слегка, но похуй. Садите вот. Вот это всё дело, собственно говоря, так и... Насколько там, я не знаю, правда. Ну думаю, нормально будет минуты две. А я говорю, время, соп, время тоже важный такой момент. Это плюс бал. Чего у тебя такой за блин получился, ладушек? Улья. Ну что? Всё. Я так не играю. А пахный як. Давай, давай там, поспеши. Всё плохо, ребят. Всё. А у меня готово. Иди-ка сюда. Посмотри. Что это? Это моя лопата! Кто ответственный за лопату? Дай мне достать пиццу. Всё у меня отбираешь. И так по жизни, понимаешь? Подкоп. Криндук. Ааа! 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 Ну согласитесь, что выглядит пиздецко вкусно. Ааааа, вот так. Ой, бля. Ну что? Могу просто в рот теплой, всё. очень мне нравится мне очень очень и очень и нравится я бы такой счастье сделал и не раз все там одна сторона все короче конечно поставил на больше такая хрустящая она реально получится не хрустящих подгорело тесто сам деле вы вроде кто в таков пицца вкусная но единственно что мне здесь не устроило это тот даже не то что там слегка подгорело тесто параде то что куб нарезка составляющих сутка мы тебя позвали чтобы искал какая пицца лучше 4 свое мнение тесто прикольное но ирюхе тесто было вкуснее пицца сама получил сочинить не знаю за счет чего я делал с любовью вот кстати вот это определяющий фактор он сыграл свою роль в общем караин такие лайфхаки у нас сегодня спасибо огромное что провела со мной это время спасибо огромное матвея спасибо что позвали спасибо вам это что снимал все это обязательно подписывайтесь на мой канал там инстаграм и ребят в описании все будет вот на канал жюри чудали конечно матвея дениса все спасибо за просмотр обязательно ставьте лайк на это видео всем пока я я я я Субтитры сделал DimaTorzok